Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайв. Время 23 часа и в Киеве, и в Москве. Понедельник, 4 апреля. И мы, как и обычно, с Алексеем Варистовичем проводим очередной эфир. Алексей, рады видеть. Заеду, да? Вот. Ну, нас смотрит уже 75, больше уже, 80 тысяч человек. Мы благодарим всех, кто присоединился к нам. Время позднее, но всё-таки ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгенлайв. Подписывайтесь на канал Алексея Аристоевича по его имени. Интерактивная ссылка приведёт вас на канал в Ютьюбе. И подписывайтесь там тоже. Но мы назвали, понятно, очередной день 40-й. И начать всё-таки стоит с того, что происходило сегодня в Буче. Мы вчера, конечно, начали обсуждать, но, видно, эта тема будет долгоиграющая. Прямо скажем, о чудовищности всего этого военного преступления, всей этой трагедии, вполне уже можно судить. Вот что происходило сегодня? Туда поехал президент Владимир Зеленский. Насколько мы понимаем, действительно, чревато всё это большим международным расследованием. Ты можешь высказать свою оценку, к чему это может привести в военном плане? В военном плане, я думаю, что есть две линии, точные, три, по которым следовало, как я думаю, что будет существенное продвижение. Первое. Передача тяжелого вооружения и вообще вооружение Украины ускорено. Потому что после Буча невозможно оставаться нейтральным или невозможно тормозить другие процессы, ибо твои же избиратели, которые на всё это рассмотрелись, и журналисты, и хитро зададут тебе вопрос, а ты вообще по какой причине вытормаживаешь это всё? Дорогой политик. И вчерашний одновременный твит Шольца и Макрона показал, да, в 16.43 показал, что даже самоумеренно вынуждены реагировать. Во-вторых, сказал, что оружие второй санкции. Шестой пакет ехал со скрипом, сейчас приняли шестой моментально, уже седьмой на подходе. Слово очень быстро согласовывается. А раньше мечтать не приходилось. Это персональный удар по ближайшим окружению Путина, по чиновникам новой секторальной санкции. Но банковские санкции и так далее, вполне серьёзно маячит отказ Европы от энергоносителей российских. Полный отказ. Ну а дальше мы понимаем последствия, мы с тобой их обсуждали. Навсегда заглушенные газовые скважины и так далее. Значит, и третье, это международная резолюция, которая серьёзно нарастает, и блокировка заседания Совета без областей, которое российская сторона планировала сегодня провести с обвинения украинской стороны за постановку. Только показатели. Вот британцы, которые весь апрель головуют в Совете без областей, как раз созывают по поводу. Это резининг с британской провести. И как бы ни доигралась Российская Федерация до вылета из ООН. Хотя, конечно, он это самый консервативный инструмент. Ну там киноассамблея может преодолеть и это. А то, что стремительно нарастает изоляция международная путинского режима, это достаточно. Потому что Буча, Гастомель и Орпень — это далеко не всё. Уже поступают сведения из Макаровой и Бородянки, что там похуже, чем в Буче, Гастомеле и Орпень. А есть ещё десятки сёла и населённых пунктов, которые были изолированы, где дела ещё хуже, чем в Бородянке и в Макаровой. Как говорят свидетели, те, которые там успели попасть, в основном там военная разведка, которую поступают и так далее. Ну там не до особой регистрации, они преследуют противника. Но то, что видели, говорят, что Буча отдыхает, в кавычках. И представьте себе, что будет, когда это будет массово нарастать. Буча, конечно, стала нарицательной, но на самом деле это будет десятки новых свидетельств такого рода. Но это же не Хсонгме, это не эксцесс-исполнители в одном месте. Это как бы системная политика государственная, которая проводится. На неё будет системная реакция. По этим требованиям, а может быть ещё какие-то добавятся, о которых невозможно говорить. Но Байден дал свою оценку. Путин – военный преступник. Это режим военных преступников, он должен быть поломан. Конечно, всё очень чётко. Если вопрос ставился о том, что Россия может быть каким-то там, что-то там. С Путиным можно там ла-ла-ла. Ну, не бизнес, а жжи уже, но, в принципе, нормализовать отношения спустя какое-то время. То есть, сейчас никакой нормализации не идёт. Речь идет о концепутинском режиме. Как политическая задача, которая перед собой ставит руководство ведущих стран мира. И это далеко уже не только страны Запада. Так, ну, а по ходу я спрошу, я слышал о том, что обсуждается именно отдельно трибунал по Украине, а не в рамках международного уголовного суда. Вот ты какую перспективу здесь видишь? Ну, то, что трибунал будет, я практически... Именно трибунал отдельный, как по большей Югославии, по другим, там их несколько таких было. Я думаю, что никто не даст это переварить. Слушайте, ну, изнасилованы 10-летние дети. Это же просто о чём мы говорим. А комиссия какая-то уже создана? Какие-то иностранные специалисты работают там? Ты видел их? Создана. Есть, ходит наша... Генпрокуратура занимается, ходят оперативно следственные группы там, разбирают эти эпизоды. Там же проблема в чём? Всё замедировано, нафиг же. И куча неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому вскрываются всё новые и новые факты. То есть, казалось бы, уже побывали, уже приедали, всё равно находят. Разминируют, заходят и видят очередные эпизоды один за другом. Дети расстреляны вместе с родителями, которые ещё за руки держатся. Облитые бензины, попытка сжечь. Изнасилованные девушки, которые потом танком переезжали. И не один раз. Ну, вот такие истории. И так далее. Поэтому это, конечно. Ну, смотри, а вот мы видели там, вот, у Герасченко, у Антона, значит, вот эта вырытая могила, где находится глава поселения, какая-то девушка. Мощом, да. Да, её застрелили. С мужем и детьми застрелили. Всё. А вся семья в этой могиле? И дети тоже? Дети тоже. Ну, насколько я знаю. Это надо всё уточнять, потому что у меня квадратная голова под вечер. Если я ошибаюсь, то это не со зла, не для пропаганды, не для грякушества. Я, наоборот, стараюсь очень аккуратно подбирать эти самые. Но могу ошибаться, конечно, под вечер уже. Семью расстреляли, там, не знаю, надо уточнить точно. Мы сегодня нашли семью, которые расстреляли машину, которые, ну, вынули их из машины, остановили, вынули, расстреляли, облили бензином, пытались сжечь. Ребята там с детьми. Как они лежат, нашли. Тоже прошли, туда увидели. То есть, ещё буча будет скрывать много, а кроме буча существует много других земных пунктов. То есть, всё то же самое или похоже. Но, какое твое, по этому поводу, соображение? Это был прямой приказ, и этому есть какие-то подтверждения? Может, в СБУ какие-то прослушивания? Работает, работает. Мочи местных, или что? Простая логика. Там было три этапа. Первый этап – это только когда зашли, это уличные бои. Ну, там стреляли, типа, а, наводчик, или там, а, подошёл к окну, вдруг нас хочет стрельнуть через грандомета. Второе – это системный террор населения. Когда они удерживали эту территорию, вот эти могилы и десятки людей, сотни со связанными руками, это же россияне покопали эти могилы, российские войска, и пытались туда их хранить. Ну, просто из санитарных. Расстреливали, хранили, расстреливали, хранили. Есть пыточные, где трубы с разницей, например, две недели устанавливают, там, да, экспертиза, шоу, убитая. И это же системный факт. Потом был третий этап, когда они понимали, что они отходят, и им дали команду ФАС вообще без ограничения работать. Что касается, одобряло ли это высшекомандование, то второй простой логический факт. Войска выходили очень организованно, мы с тобой говорили, да? А такие зверства возможны только в двух ситуациях. Либо потеря управления, либо сознательный приказ. Значит, потери управления не было, иначе бы они не ушли организованно. Значит, был сознательный приказ. Все, никаких других вариантов здесь не может быть. Глава британской разведки сегодня заявил, что у него есть данные, что это что? Организованная политика, проводимая в отношении Украины, включая из нас. Смотри, какие-то могут оказаться в руках спецслужб украинских свидетелей из числа военных, которые принимали в этом участие? Такие есть, или таких нет? Большинство этих подразделений вышло. Если они зайдут снова, попадут в плен, то наверняка будут. Но тут вопрос в том, что Дэйв Бутчер, гостюмили брали, стали ли они признаваться, тут же такой момент. В чем признаваться? Душили женщин, насиловали, сжигали, 10-летний девочек. А фамилии же можно? Вроде какие-то установлены, кто стоял? Кто об этом будет говорить в здравом уме? Нет, никто ничего не будет об этом говорить. Но вот идентификация какая-то же идет, кто, какие фотографии. Ну, мы знаем командиров, все подразделения, все командиров. Да, да, всех знаем. Всех-всех. Ну, узнаем еще больше. У нас есть база на 120 тысяч российских военн. Узнаем, установим там и так далее. Не, ну, как бы для цели расследования это же представляет интерес. Безусловно. Самое главное слово, которое произносят западные специалисты, это I-Retification. То есть, идентификация тех, кто принимал участие. Наиболее часто звучащие слова, когда я с ним разговариваю, я их слышу. Они этим занимаются, займутся всеми-семи силами открытых разведки, генторные, всеми-всеми-другие варианты. Ну, всех найдем. Это кропотливый труд, но мы всех установим. Хорошо. Так, я понял. Мы будем возвращаться к этой теме, будем говорить в других эфирах. Все равно это будет занимать. Это уже теперь геноцид. Это рубрика. Потому, что сейчас уже так не получится нам только говорить о войне. Надо разобраться с этим окончательно. Ну, окончательно невозможно, но мы должны понять, вот, все-таки. Ну, в общем, кого наказывать, скажем так. Чтобы это публично и какое-то уже представление сложилось, что надо делать. Тогда вернемся к повестке, да, то, что происходит. Вот пошли разговоры, что готовится наступление на Харьков. У меня очень много письма идет из Харькова, Харьковчан. Вот спросить у Арисовича, спросить у Арисовича, что он думает, какая оперативная обстановка на этом направлении. Стоит ли нам опыта, а тем более ты сам понимаешь, после Буча и всего этого, всего, что вот сейчас. Люди как могут относиться, когда придут оккупанты, начнут связывать руки и убивать. Еще и детей, да. Ну, то есть, мы должны им сказать, какие риски. Они несут с собой, оставаясь в зоне, чтобы подвергаться оккупацией. Планы не означают их реализацию. Планы у них есть. Но я очень сильно сомневаюсь, что они смогут их выполнить. Другое дело, что обстрелы Харькова и продолжаются, и будут продолжаться. И все Украины, и Киеве сейчас воздушная тревога и так далее. Здесь надо не питать иллюзий никаких. Но взять Харьков нерешаемость. Помнишь, мы вчера говорили, непонятно почему нет наступления, три раза переносились. Могу сказать, понятно, уже понятно почему. Идет перегруппировка, попытка сколотить, сколотить из этого хоть что-нибудь боеспособное. Потому что там настолько сборная солянка в той же Харьковской области, что надо медвине Наполеона и две недели запаса, чтобы это все сформировать и создать из него что-то способное наступать. Там ремешены менты, российские, Росгвардия, десантники, морская пехота, учебное подразделение, еще что-то. И все еще в разной стадии. Они разгромлены еле-еле, другие только что прибыли с территории России. Как бы не понимать специфики. Но с ужасом смотрят на сослуживство. Третьи говорят, что мы как бы да, но на самом деле нет. И все это наладит взаимодействие и выстроить. И это, я думаю, это не 300 переносов. 28-е, 1-е, 4-е, это еще будут переносы еще. Если к 12-му соберутся, а это целых 8 дней, то, ну, может быть, не знаю. Они каждый день закидывают информационное пространство, что сегодня будет массированное наступление. Я не вижу никакой возможности для массированного наступления в лишнем состоянии, как минимум, еще несколько суток. А если посмотреть на то, с какой скоростью нарастает международная изоляция России, да, и, соответственно, все страны мира, не только Россия, ЗАНАТО, занимают определенную позицию, то сейчас путинский режим очень жестко ромать санкционно, дипломатически и оружие нам будут предоставлять. И ускоренно, я подозреваю, что тут ни один уже политик не сможет ответить, почему он этого не делает. И особенно по мере вскрытия все новых факторов. Поэтому, какое взятие Харькова? Какого хрена вы знаете? Но с другой стороны, что попытки, может быть, такие идиотские у них есть, но в дальнейшем раз показывают, насколько они неверно оценивают информацию. Такой группировки, которая должна была взять Харьков вначале, они не соберут никогда. А если не взяла ТАТО, то новое не возьмет точно. Харьков, который уже научился воевать, подготовился максимально к... ...пороне, сохранил связь с большим приземлением, где уже салонные красоты открываются, жители готовы ко всему, формируются в новой отряде термин. И прочее, прочее. Забрасывается вооружение новейшее, которое регулярно сбивает российских самолетов. Ну, какое наступление? Другой дел в наш город могут обстреливать. Это правда. И будут обстреливать. И сейчас обстрелят и будут обстреливать. Так. Понятно. Мы 14 минут в эфире. Вот что касается Херсона. Мы его начали обсуждать. Ну, история в Буче тоже напрягла очень находящаясь под оккупацией жителей Херсона. Вот тоже спрашивают. Какова там перспектива деоккупации? Учитывая, ну, там это очень близко. Если с Мариуполем тяжелая ситуация. В Херсоне тоже есть массовое убийство. Массовое. То есть, десятки уже. Десятки, да. Там нету непосредственно расправы над верным населением. Или мы пока не знаем таких фактов. Но там есть убийство представителей местного соуправления. Они один уже ворублев убит. Убит. Там расправы над бывшими военнослужащими. Мы представим силы камень, действующими бывшими. Силы структурами, которые успели избежать. С бизнесменами, которые не захотели отдавать машину или помещение. Но просто теми, кто не понравился и так далее. Таких трупов уже десятки, нам известно. Как это же пыточные работают. И там же роют уже тоже могилы для массового захоронения. Но или нет, или не установлены факты еще массового расправы над мирным населением непосредственно. Поэтому тут как бы ситуация пока выглядит получше, чем та, которая пугает людей из бучей и так далее. Но и здесь надо понимать, что там украинское сопротивление во все действует. И пока над ним нет тоже. Непосредственно не расстреливают толпы и так далее. То есть здесь еще такой фактор, что, видимо, опасаются. Опасаются, скорее всего, потому что надеются удержать эту территорию. Но надеются удержать. А здесь же момент такой, что украинские армии все-таки какие-то меры предпринимают. Возможно, они окажутся удачными этим. Поэтому посмотрим. Так. Ну, а ситуация в Мариуполе. Вот там вот этот у них мудак есть какой-то в ДНР. Басуркин или Басуркин. Забыл как. Басурин. Он, значит, заявил, что, собственно, большая часть города уже забрана. Ну, то есть остается только морской порт, по-моему, он говорит, и центр города. Ну, какая у тебя информация? Нет, наши райска удерживают капитальное сооружение, типа заводов, которые представляют собой, ну, крепости настоящие. И взять их будет очень-очень непросто. Там, поэтому они немножко перехвалили себя в этом смысле. Вот. Но то, что в нашем там весело, это тоже. Более того, и в Мариуполе они немножко выдохнулись. В России, 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 наступающей. И то, что они перебросили первые передовые подразделения. Какая-то армия из Дальнего Востока, именно при Мариуполе. Они несколько дней там уже accomplishmentают. Это показывает, что уже и в Мариуполе при всем превосходстве, у них нету сил там активно это все добивает. У Мариуполя тяжело. У Мариуполя будет тяжело. Будет тяжело. На Востоке еще это будет драка. Очень тяжелое провало. и я же каждый день на связи смотрю хотя бы хотя бы через моих которые там поэтому немножко знаю обстановку часа уличные бои но но не интенсивно то есть нет такого шлот наступает с целью немедленно давать квартал либо там цех либо еще что-то тоже подводить но это значит только что они будут накапливать силы из 5 армии поехала признать их 10 бтрг такие сюда баталью на текстуру который наш к баре но это все это буду и у системе ска находится в стадии такого разброда шатания сейчас даже на направлении где они как оказалось когда соберутся соберутся что будет международной ситуации посмотрим и потому что же не сидим сложим из действия запорожского вы все определенное естественно коммуникации там есть прямая косвенная помощь артиллерия наша работа ракетная войска работать как для 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 прямой деблокады но другие действия все идут на пользу которые оттягивают всегда значительной части тогда вопрос все таки о зоне аос то есть это луганская донецкая область и ну вот административная граница зона боев и тут я вижу очередной раз обсуждает возможность окружения создания котла вот они уже как бы опыт котел и мы с тобой обсуждаем три недели и вот это же вторая фаза которая никак не начнется и после которой я давал три недели активные боевые действия и который третий раз это есть попытка окружить наши высказывания начала также есть юго-восток юго-запад луганского области рубежно-лезвичанского панского классно который где они пытаются так карате держа чирка и тоже есть и вот изюм как север и там от гуляйдара марицкий наверх который до сих пор удерживает нашего песка мы по показать ну вот мы это обсуждаем и это тоже как-то ну программирует ситуацию да известной степени да ну как говорится на опережение обсуждать глядишь буддистка посмотрите озвученный демон слабеет наполовину абсолютно точно я об этом конечно слабеет наполовину то есть по существу представить себе какой-то прорыв какой-то неожиданный такой тактический план генштаба или чего-то такого с вырыванием там какого-то куска территории плацдарма завоевания ты считаешь невозможно с их стороны или с наших стран и да 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 у нас ситуационная осведомленность намного высшего народной земли с нами деревья это трава вот это зеленка который ты говоришь это возможность вот более эффективных действий по всей по всему фронту что называется от харькова изюма там не знаю до мариуполя там или даже до херсона то есть это в одинаковой степени дает ну известное преимущество юг это больше степени но все равно и там есть зеленое насаждение лесополос и все остальное который лучше скрывать технику дают возможность подходить пехоте спецназу и тогда а что касается северного района харькова это сплошные леса там там сразу будет преимущество у нас очень скоро это еще очень хорошая зелень под харьковом это еще два три недели тоже примерно по-любому бестерингу юг это и больше степени это мы тоже там ему мы это мы сейчас перейдем к политической части теперь все-таки ну я не знаю насколько я был прав или не прав своих скептических оценках никак не связано относительно переговорного процесса вот сейчас спустя какое-то время и стамбульской встречи и всего что там комментировал говорилось там кадры в очередной раз тут помимо медицинского уже сегодня таскать потрепал за ушко пескова внутри дружок не тех оправдываешь забавно вообще наблюдать но все-таки на твой взгляд переговорный процесс идет своим чередом или же вот с учетом желания получить дополнительные ставки москве и не выходить ни на какие решения тоже выглядит так что ничего путин не собирается делать а тем более куда он сейчас чего собирает собирается 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 заключать мирное соглашение просто он хочет приехать на него с более более усиленной позиции ради чего все точно что мы обговариваем военная часть но боя как пусть учим куда-то ехать уже жить в маниакальный типок вот представь он выйдет из самолета в анкаре а его хрена кого взорвут кто может боится боится что я поеду а меня шмальнут из чего не ходу но какой какой-либо выход вот если не ехать или заключить вот не знаю не ехать сидеть в бункере куда не уходим кубана так это надо боевать чем-то чем не чем же так можно доиграться до долг до полного поражения украине потом как можно доверяться до души конец к начинается даже просто о чем мы не идем на ростов и на москву если мы тут выиграли российская вы можете сидеть в бункере города но пока сидит естественно никуда не пойдем поэтому тут он скорее всего пойдет на упадет он на соглашение вот смотри а он 9 мая вот вот ты применительно к хронологии вот потому что 9 мая тоже очень важно идеологическая дата для него ему же нужно так сказать ну что-то хотя бы зафиксировать 9 мая ну хоть что не сделать как он сделает это как по результатам попытки второго этапа наступления воене востока когда я не представляю что продавать продавать нечего будет даже тактически что ради чего все было ради того чтобы в двух местах выйти на административную границу в административную границу я сомневаюсь что это будет но тем не менее аргументом и накидывали они сами уже накидывают мы говорили больше можно динамической тенцификации записать демилитаризацию уничтожение адромной сети украины отказ украины отступление не произведет ты празднуешь 9 мая говоришь мы там вышли на административную границу а на утро 10 мая их откатит обратно и что тогда нет когда мы зашли в киев и в киеве сидим в кабинете на банковой да где сидел президент но это можно еще как продавать сказать ну ладно потом оставим ну ладно уходим там посидели там воспользуюсь его туалетом сходили туда а что ты продаж значит что ты продашь в зоне аос это дело про российской пропаганды все это продавать просто вы говорили я бы продавал заговоры и половина администрации президента и мида подталкиваем моего подталкиваем их всех потому что вариантов вариантов же нет должна же где-то быть победа если не в украине то вы хотя бы снаружи 100 хотя бы внутренних обсуждали бы третий раз хорошо хорошо но просто мы были сравним с тем что как будет складываться и увидим чего они там изобретут потому что идеологически они же очень бедны там с креативом хреновенько там креаторов то нет практически мы 26 минут есть у нас время еще еще один вопрос да вот последний вопрос касается вот этих перемещенных лиц из мариуполя по разному оценку то ли 15000 то ли больше уже сейчас мы тоже за все для горячук официально заявила больше 40 потому что более-менее уверенно установили реально больше 60 ну а ты как с ними связь есть они вообще-то хотят наверно я не думаю я знаю с ними есть связь проблема в том что призыв поиски же косусь нет в россии да нет никому оказать оказывать помощь некоторые другие чисто других стран это покажи другие представительства оказывает если сумели добраться и так далее мы там не официально помогаем обращаться выезжать и прочее прочее до кого-то кого достучали с кем сейчас работает громадный аппарат системы в принципе этой помощи с помощью международных организаций стран представительств то есть шансы на то что они имеют возможность к кружным хотя бы путем вернуться на запад украины или куда-то хотя бы в европу другие страны в европу потому что в чем проблема и их ведь могут использовать как обменный материал на пленных военнослужащих российской федерации нет и набрать из них две-три тысячи обвиненных но что это законспирированы сотрудники сбу ну ты знаешь как дела мы четко сказали четко сказали всех на всех но против по военной новой а какая-то реакция была или нет а мы же знаем кто сотрудник из блок то они могут обвинять все что хочет не пройдет более того чем больше будет измываться на перемещенные милициями тем быстрее будет создана специально поэтому тут такое реакция ну да у нас у нас 250 человек 250 тысяч человек смотрит наш эфир у нас завтра же снова будет еще правильно в это же время но я смотрю таскать те надо отдыхать для того чтобы завтра вернуться к этому к этому теме и другим тоже поэтому благодарим за участие в эфире зрителей мы благодарим алексея арестовича подписывайтесь на канал фигин лайф нам очень важно чтобы много нас смотрел ну и конечно канал алексея арестовича по его имени через интерактивную ссылку в описании к этому видео всем пока алексей до завтра